Приветствую вас и ответ на вопрос, который вы задаете, кроется вот в чем. Установление личных границ, формирование их происходит из того понимания, что люди вокруг стремятся использовать вас для своих интересов. И необходимо, в первую очередь, грамотно, правильно оценивать помощь, которую вы этим людям оказываете. По следующему принципу. Помочь человеку означает оказать ему поддержку в сложной, необычной для него ситуации. И именно это является той самой помощью, которой адекватно. Неадекватно вредна для вас та помощь, которую вы оказываете на постоянной основе, периодической основе. Когда человек свою жизнь ориентирует на то, что вы ему поможете. И вот именно это и является следствием того, что у вас используют. Чтобы этого не было, нужно понимать, в первую очередь, что хотите вы, что интересно вам, что для вас важно, что для вас ценно и так далее. И лишь по достижению этого, лишь когда вы более или менее удовлетворите свои потребности, свои интересы и свои желания, и у вас появится определенный излишек какого-то блага, можно оказывать помощь другим людям. Только так можно развить в себе адекватную оценку того, чего от вас хотят люди. Потому что, если позволять всем и каждому диктовать вам свои, допустим, условия, то понятно, что это будет путь в никуда. Это будет путь, по сути, деструктивный для вас. Он будет деструктивный для вас, но при этом вы будете помогать другим людям добиваться своей цели и смотреть на то, как они добивались этого и доверят вас. Действуя таким образом, вы создаете ценность своей помощи. Человек знает, что если обратиться к вам за помощью и вы ему поможете, то это будет означать, что вы цените то, что вы делаете, а не даете это человеку просто так легко. Таким образом, вы оказываете и людям, окружающим людям услугу по оценению того, по оценке, наверное, правильно будет сказать, того, что вы им помогли, что вы для них что-то сделали. И потому в первую очередь нужно думать, еще раз повторю о том, что интересно вам, что важно вам. Далее, наверное, нужно сказать о том, что общество всегда заинтересовано в том, что вы действовали в его интересах в первую очередь. И уже только потом в своих. Общество, как и любой образованный человеком институт действует таким образом, что и человек. И в первую очередь ориентировали на то, что сохранить жизнь себе, а уже потом своим членам. И соответственно вам необходимо не обращать внимание на те требования общества, которые вам навязывают без критического источения. Понятно, что нельзя нарушать закон. Понятно, что нельзя идти против людей, против источников. Но можно защищать свои собственные интересы. И это именно то, что вам нульно делать. Так, понимая это, вы всегда будете различать свои интересы и интересы других людей. Ставить свои интересы в приоритет до тех пор, пока вы не встретите любимого человека. Конечно, родные люди здесь являются исключением, потому что родные люди на то и родные, что их интересы вам важны. И все остальные, кто входит в неограниченный круг тех, с кем вы общаетесь, они нуждаются в вашей помощи в принципе в сфере всегда, особенно если вы будете им предлагать. Но помогать им нужно только без ущерба вам. Далее, если говорить о том, почему допустим вы помогаете другим людям. Вот вы говорите, что добрый, приимчивый, эмоциональный и так далее. Это свидетельствует о том, что у вас есть потребность. Потребность в том, чтобы вас оценили. Потребность в том, чтобы вас прессовали, вас болели. Происходит это из-за неуверенности в себе. Неуверенность в себе нужно убирать путем решения комплекса, путем избавления от комплекса. В тем повышение собственной самооценки, значимости, ценности, уважения, любви. Для этого необходимо самостоятельно ставить себе определенные цели, добиваться их, выполняя определенные задачи на пути достижения цели. И таким образом вы будете осознавать собственную значимость и ценность. то и будет формировать у вас достоинство и здравую, адекватную оценку самого себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.